Уссурийский марафон прошел в окрестностях этого города. Около 300 человек стали участниками массового забега. При этом самому юному бегуну всего 2,5 месяца и финишировал он благодаря своей маме. Самому взрослому марафонцу 67 лет. Детали у моих коллег. Почти 300 человек заняли целый микрорайон в Уссурийске. Сначала для массовой зарядки, а затем для старта по пересеченной местности. Желающие пробежать съехались не только из разных населенных пунктов Приморья, но и из Хабаровского края, Амурской области. Был легкоатлет из Тольятти и бегун родом из Колумбии. Не было и возрастных ограничений. Попробовать себя могли все желающие. Приятно, что самый маленький участник это 2,5, а самый старший около 70 лет. Этот диспорт, наверное, самый наиболее активный массовый. Впервые за 4 года уссурийского марафона в забеге участвовали дети. Их дистанция была всего 650 метров. Самой маленькой участницей стала Мирослава, которой всего 2,5 месяца. Так мама и младшая сестренка решили поддержать папу марафонца и старшую дочь. Сложности никакой нет. Тем более очень маленькая трасса, поэтому так разминка лежит. После детей на дистанцию вышли взрослые бегуны. Их маршрут лежал от микрорайона Радужный до лагеря Надежда в селе Каймановка. Живописная дистанция пролегала по району, который называют легкими Уссурийска, за обширную растительность и расположение дендрария. По пути исследования было несколько пунктов питания, где спортсмены получали быстрые углеводы и воду. Расскажите, а виды красивые? Очень. А вы дальше побежите? О-о-о-о! Молодцы! Привет, спасибо! Мы дальше побежали! С мельчаков на марафонскую дистанцию оказалось немного. Большая часть бегунов выбирала дистанции спутники 10 километров и 21 километр. Основная масса людей, конечно, выбирает 10 километров, потому что это наименьшая дистанция тут и, в принципе, покорима каждому человеку. Также достаточно много людей бежит 21 километр и лишь подготовленные спортсмены в районе 30 человек бегут сегодня полный марафон. Илья Мичуров финишировал после 10 километров. Недавно парень вернулся с московского марафона, но уверен, что родные просторы ни с чем не сравнить. В бег Илья пришел в 2016 году и за это время заработал около 20 медалей участников различных забегов. Занимался всю жизнь спортом, потом была долгая-долгая передышка и что-то в моей жизни в один момент перевернулось. Бросил вредные привычки, бросил курить, что я вам советую, и решил побежать. Просто привлекал по-своему бег, начал со стадионов, потом пересеченная местность и первые свои соревнования я пробежал в Владивостоке. Денис Возмищев ехал в специально из Благовещенска ради победы на уссурийском марафоне. Несмотря на травму ноги и остановки на маршруте, бегун показал лучший результат на марафоне – 2 часа 58 минут. Три месяца подготовок были к марафону, а марафон только в Уссурийске, потому что в Биробиджане его нет. А вот в Уссурийск пришлось ехать. Среди женщин была лишь одна смелая девушка, которая решилась пробежать 42 километра. Наталья Бец из Уссурийска. Дистанцию преодолела за 4 часа 22 минуты. Яна Романюк, Наталья Зайцева. Панорама. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА